Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме, Олег Пекалисандр Шунин. Всем доброго дня, здравствуйте. Здравствуйте. И в нашем городе появляется огромное количество беженцев из Украины, и действительно люди, которые оказались в такой драматической, сложной ситуации, когда они выдернуты из родной среды и оказались в чужом городе, в чужой стране, может быть, не зная языка и оказавшись вне вообще всего, то есть вне своих родных стен, вне, может быть, родных. И понятно, что это психологический и действительно стресс и сложные условия. Появляются люди, которые готовы помочь, и вот сейчас мы поговорим о форме помощи автора социальной инициативы «Коммон Граунд», такой культурный общественный центр помощи беженцам. И вот автор этой инициативы, НСДА, была у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с того, зачем это понадобилось, учитывая, что буквально через дорогу от Радио Болткома в Доме Конгрессов центр помощи беженцам существует. Им оказывается различная поддержка и визовая, и материальная, в том числе и сим-карты выдают, и так далее, и тому подобное. Чем отличается ваш вот этот, можно ли это назвать даже клубом, или это бежище, пристанище? Да, во-первых, действительно и государство, и самоуправление очень оперативно отреагировали. Государство создало этот сайт, который все знают, Украина, Латвия, где можно. Те, которые хотят как-то помочь, могут отметить, как они могут помочь, и тем, кому помощь необходима, могут обратиться и довольно оперативно получить помощь. Государство в том числе помогает хорошо с транспортом, с коммунитарной помощью, с жильем, размещая в гостиницах. А общество, люди, которые готовы помочь, на данный момент в довольно большом объеме оперативно принимают людей у себя дома. И самоуправление тоже на этой неделе открыло действительно точку здесь рядом в Доме Конгрессов. Я знаю, что есть мысль, может быть, открыть еще одно место, потому что необходимость очень большая. Более того, вчера даже было озвучено, что в понедельник второй центр откроется в зданиях бывшего РТУ на Кальчо. Да, именно. И это потрясающе, насколько мы быстро способны отреагировать, чтобы людям, которые сюда приезжали, не надо было никуда ходить, искать, записываться в какие-то очереди, все в одном месте. Приходишь, тебя помогают. С сегодняшнего дня также там есть и суп, и уголок для детей, потому что действительно они там проводят очень много времени. Мы, в свою очередь, в основном мы занимались выставочной деятельностью, то есть мы организовались с командой Рижская Биональ современного искусства, которое должно было происходить и в этом летом, и мы надеемся, что обстоятельства нам позволят ее сорганизовать все-таки. Но когда 24 февраля Россия напала на Украину, ты приходишь на работу и понимаешь, что ты просто не можешь продолжать делать то, что ты делал, потому что контекст поменялся. Все, что ты можешь думать, это читать новости, и все, что мы можем, это как-нибудь помочь. И в первый этап мы выставили объявления, выставили свои контакты и предлагали, кому необходимо к нам обращаться. Очень много людей, никто не звонил, очень много людей писали телеграмм, ватсап, сообщения и задавали действительно простые вопросы. Сейчас в воскресенье уже мы большинство отправляли на официальные контакты, если там не находилась помощь, они к нам возвращались. Но мы начали думать, что же дальше. То есть, как вы правильно сказали, то есть люди приезжают в чужой город и после такой невероятной трагедии, которая у них случилась, они потеряли свой дом, они здесь находятся, им нужна работа, им нужны для детей школы и детские сады. И мы образовали центр, как вы сказали, Common Ground. Это такой социальный центр, где все могут просто приходить, там будут места для работы, там компьютеры, интернет, там библиотека с книгами, играми. Будут разные мероприятия для взрослых и для детей, различные программы. Будут терапевты из детской больницы, которые, если есть необходимость и желание, к ним можно будет записаться и обратиться за помощью. Также мы думаем про уроки латышского языка, нам предложили вчера и английского языка, люди, которые готовы преподавать. И такая главная цель – это просто, чтобы было место, куда ты можешь приходить и быть, если тебе необходима помощь, чтобы ты понимал, где ты можешь обратиться дополнительно к тому, что делают государство и самоправление. Мы как просто уже такая социальная инициатива будем стараться помочь как можем. Если есть людям необходимость, в том числе, не все приехали с большими чемоданами, у некоторых есть необходимость одежда, у некоторых есть необходимость купить лекарства, и чтобы мы могли помочь как можем на данный момент. И я понимаю, что объем людей, мы даже себе не представляем, сколько это людей будет, но он выглядит, что будет только больше и больше. Так как Украина – это 43 миллиона жителей, из которых, как сообщают на данный момент, 2 миллиона беженцев, и предполагаемо беженцев будет все больше. Вчера в нашем эфире мэр города Стакис озвучил цифру 26 тысяч. До 26 тысяч Рига готова принять. Ваши инициативы находятся на адресах или в одном из зданий. И на фотографиях в интернете, на фейсбуке видно, как здорово и весело, погожим весенним днем. Вы устроили такой субботник, можно сказать. Что это за здание? Что там будет находиться сейчас? Вы это перечислили. Кто это финансирует и как можно поддержать именно вашу инициативу? Это здание – такой красивый дом желтого кирпича, если вы видели. Да, конечно. Вдруг, когда после субботника его очистили, это здание действительно выделяется на территории солнечно. Это бывшая станция железной дороги. Там раньше были пути. Сейчас их больше нет. Что очень удобно. Открыт проход через бывшие пути. И там есть трамвайная остановка. То есть людям не придется проходить через всю территорию Андрея и Салы, чтобы попасть на центр. Там есть остановка рядом. Когда мы решили, что мы будем делать центр, мы первым делом в том числе обратились в Рижскую думу, искали подходящее помещение. А Андрея и Салы – это место, где мы планировали в этом году биеннале делать. У нас там, ну, правда, не в этом здании, а в других. Но это здание мы рассматривали тоже, может быть, для публичной программы. То есть мы про нее знали. Но она, архитектор Эйн Слепинч, там сделал новый проект, Був проект, и они продавали это здание. И поэтому мы знали, что оно есть. Они – это Рига Сити Порт. И мы к ним обратились, есть ли возможность, и мы рассмотрели бы они предоставить здание нам хотя бы до конца года. Они сразу же сказали через 20 минут «да, конечно». И вот, соответственно, это была прошлая среда. В четверг-пятницу мы обзванивали всех, кто хотят бы участвовать, потому что здание было… надо было его помыть, почистить, покрасить стенки, привести в порядок. Мы не объявляли публично, что будет субботник, потому что мы боялись, что действительно придут очень много людей, и мы не сможем скоординировать. Пришли друзья, родственники, люди, которые как-то услышали больше, чем все. Это потрясающая оперативность, прямо скажем. Это было очень-очень оперативно. И как бы субботник начался в 11, буквально уже в 4-5 все уже было помыто. И окна, и сад. И видно, что люди действительно готовы поддержать и участвовать активно. И за это я, конечно, очень благодарна. Мы всей командой очень благодарны, что мы в Латвии настолько готовы помочь людям, которые находятся в такой трагической ситуации. Вы говорите постоянно «мы», «наша команда». Это команда «Биеннале», правильно? Это команда «Биеннале». И уже партнеры, и архитекторы, и другие художники, и люди, которые организовывают мероприятия. Ну, в принципе, да, конечно, это изначально друзья и партнеры, с которыми мы работали, а сейчас это уже. Мы будем рады всем, кто к нам придет. Вот к нам обратились школы, которые преподают языки. Мы будем очень рады. Макс Лайвай и Кталп, если вы знаете, мы с ними говорим, они будут организовывать тоже с художниками мероприятия, чтобы, если кто хочет, пусть приходят. Будет и для взрослых, и для детей возможность рисовать, как-то отвлечься. И разные другие. Я уверена, что центр сам заживет, в том числе, когда мы будем знать, что именно и как мы можем поддержать. И очень хочется сразу вовлекать людей, которые уже приезжают. В том числе в организации центра уже присутствуют люди, которые буквально на прошлой неделе приехали. Вчера пришла мама с дочкой 16-летней, златой, которая тоже нам помогала вчера же разбирать все вещи, расставлять. И сегодня придет опять. И хотелось бы, чтобы мы этот центр сделаем, но пусть те, кому необходимо, и мы пользовались. Вот какое количество людей все-таки может, ну вот на какое количество людей рассчитан этот центр, сколько там может быть единовременно? Мне на данный момент немножко трудно ответить. Объясню. Центр довольно большой, это 800 квадратных метров. Дополнительно есть территория сада, который, я надеюсь, что скоро все-таки, про что мы можем быть уверены, весна наступит, хоть это, и мы можем в саду в том числе организовывать мероприятия. Потом там есть большой холл внутри, где мы планируем организовывать концерты, дискуссии, мероприятия разные. Человек вот звонил, пожертвовал, рояль поставим. И есть разного размера комнаты, где есть и 20-30 квадратных метров, есть и больше. И скорее всего, вот в отдельных помещениях это удобно, если там от 20 до 50 человек одновременно находятся. И мы видим это так, что будет список мероприятий, и любой человек может просто записаться и приходить участвовать. А и когда есть концерты, тогда, конечно, если внутри, это примерно 100 человек. Если на улице, это примерно 500 и больше человек. Такого рода. Кстати, вот вчера, по-моему, мэр Мартин Штакис говорил о том, что детские, вот будет одна из возможностей помощи беженцам, они могут сами организоваться для того, чтобы какие-то детские сады делать, и на каждого ребенка будет выделяться сумма в месяц. Ну, такие частные детские сады. Да, то есть, может быть, если вдруг возникнет такое предложение, например, одну из комнат использовать для детского сада, где могли бы там вот одна, например, женщина присматривать за детьми в то время, когда другие могли бы там работать или каким-то образом заниматься. То есть это возможно будет? Это очень-очень важно, потому что действительно большое количество людей, которые приезжают, это женщины и дети. Многие женщины были бы готовы, в том числе, я предполагаю, не в первый день, как приехали, но через неделю, две, три тоже как-то трудоустроиться. Но у них есть дети, и мы знаем, что у нас немного есть школ и детских садов русскоговорящих или украинских, которые мы можем предложить. Это очень-очень правильно, что нам надо стараться сразу же вовлечь в организацию тех людей, которые приезжают, и большинство из них действительно готовы к тому же организовывать какие-то вещи. И у нас конкретно, я думаю, что да, надо просто уточнить, потому что есть условия, сколько туалетов надо бы детском саду и такие. Если мы подойдем под условия, я совершенно точно да, если мы не подходим, мы точно подходим под условия, что ты можешь оставить, например, на 4 часа, если там есть педагог, и опять же, все правильно продумано и сорганизовано, но в принципе точно да. Изначально это будет скорее, что родители приходят с ребенком. Кроме того, мы это скорее так и советуем, потому что сейчас очень эмоционально. И там, например, есть... Вот вчера женщина рассказывала, что она приняла дома тоже беженцев, и ее муж просто вечером... Ему надо было забить гвоздь. И там женщина и двое детей, которые приехали. Эти дети стояли полакать, потому что им казалось, что вот здесь тоже сейчас война, и громко надо бежать. И поэтому нам надо относиться с пониманием, и максимально помогать людям, и просто делать условия, как только можем. И я уверена, если мы будем помогать и поддерживать, они в том числе сами будут готовы, да, как вы говорите, организовывать детские сады, или как-то иначе друг другу помогать. Что касается Биенналь, вы упомянули, что были определенные планы. Очень хочется надеяться, что все-таки удастся реализовать, и если так тому и быть, что интересное может быть в этом году. Безусловно, часть наверняка будет посвящена Украине. Да, у нас куратор Рене Блок, который приехал тоже обсудить, он совершенно согласен, что сейчас на данный момент нам всем надо фокусироваться на то, что мы делаем. Мы связались со всеми художниками, они тоже готовы помогать, как они могут, и разные выразились, по-разному, конечно. Кто-то хочет участвовать активно, кто-то просто ждет, что мы решим в итоге точно. Скорее всего, как бы, понимаете, да, первое ощущение, что ты не можешь продолжать организовывать, и насколько это важно. Но потом уже, когда уже ты начинаешь думать про это дальше, ты понимаешь, что нет, война не может остановить ни работу, ни художника, ничего. И так же, как наш куратор сказал, что людям в том числе всегда необходима культура и диалоги, которые в рамках культуры происходят. Поэтому мы сейчас смотрим... Возможно, даже больше. Именно. И мы сейчас смотрим, как к нам поступить. Мы взяли период размышлений на пару недель, чтобы понять, в том числе, как на это смотрят художники. Вы совершенно правы, некоторые поменяют свой концепт. Есть работы, которые уже готовы для выставки. Есть в том числе разные программы грантов, которые у нас есть на биеннале, в том числе европейские, которые мы, скорее всего, продолжим в этом году. Но конкретно я пока не могу сказать, что мы сделаем и как, но в ближайшее время мы обязательно объявим. И вы совершенно правы, как бы ты не можешь сегодня ничего делать без контекста того, что в Европе происходит такая война огромная, невероятная. И поэтому, безусловно, мы не можем это игнорировать. Мы надеемся, что Радио Болтком будет в первых рядах тех, через кого вы расскажете об этих обновленных планах биеннале, потому что, вне всяких сомнений, это очень интересное мероприятие. И большое спасибо команде биеннале, что вы, в принципе, это организовали и тянете. Это важно. Это как магнит для Риги очередной всемирного масштаба. Я прекрасно помню предыдущие мероприятия, и люди, которые сюда приезжали, это действительно глыбы в мире современного искусства. Это очень важно, очень хорошо, очень здорово, что в нашем городе проходит мероприятие подобного, без привлечения планетарного масштаба. Очень хотелось бы, чтобы такие вещи, они, конечно, как-то отразятся и повлияют и на контекст, и на планы, что-то будет сдвинуто. Это понятно, и это естественно, но чтобы хотя бы не отменилось. Чтобы не отменилось. Ну, у меня вот сразу возникает вопрос, действительно, связанный со временем, потому что мы понимаем, что вот как с пандемией, когда вот сначала всё началось, все думали, что это какой-то месяц-два временное явление, и в принципе вот к концу второго, ну вот уже года у людей стала просто чувствоваться апатия, усталость, и вот, ну, просто они перестали воспринимать это. Вот если вот мы говорим сейчас, вот действительно есть энтузиазм у людей для того, чтобы помочь беженцам, но вот какую вы видите ситуацию дальше? Потому что вот если вдруг это всё затянется, и эти люди, ну, то есть вот они не смогут вернуться назад, что дальше будет происходить? То есть этот центр, ну, будет ли происходить там выставка биеннале, то есть или это будет, уже останется как центр для беженцев, и как вы думаете, не накопится ли вот, может быть, усталость, то есть вот порыв людей, которые сейчас готовы помочь, но затем просто, ну, как бы это уйдёт. Я разделю ваш вопрос, отложу на данный момент биеннале, потом прокомментирую, но вы затрёнули очень важную вещь, потому что действительно так, это человеческое свойство со временем просто жить в этой новой реалии, как в данном, и переключаться на другие истории, как, например, пример, что на данный момент мы принимаем беженцев в Латвии открытыми дверями из Украины и забыли про беженцев из Белоруссии, а русские беженцы мы вообще не принимаем никак, хотя это огромная, гуманитарный кризис и трагедия для очень многих семей и людей. И в этой ситуации, если мы говорим про помощь и то, как все готовы помочь и участвовать, я правда искренне хочу выделить, насколько быстро и оперативно и слаженно, когда говорят, все работают и искренне готовы что-то делать. И, к сожалению, скорее всего, действительно упадёт энтузиазм или у каждого свои проблемы, они больше выявятся наперёд. И, как вы знаете, вы привели пример с ковидом, он действительно очень правильный. То есть 2020 год, середина марта, объявляется первый локдаун. Люди, заходя в лифт, первым делом перед тем, как нажать на кнопочку, дезинфицировали кнопки. Не все, но были такие. И помните, там у нас ещё первый период сколько у нас было заболевших? 10, 15 летом, 2-3 на всю страну. Но всё-таки мы были в уверенности, что это опасно. И теперь уже прошлым летом, когда у нас заболевших сотни, мы живём в сравнении с прошлым летом, когда были, скажем, ладно, 10, мы живём более свободно, нам это уже всё надоело, мы думаем, да ладно, что там, и как-то идём вперёд. что абсолютно тоже человечное и понятно, когда ты начинаешь уже учиться, ты уже понял, как с этим жить и как с этим быть. Привычка, рутина. Да, наверное. Но опять же нельзя всех сравнивать. То есть есть люди, которые соблюдают какие-то определённые вещи иначе или воспринимают. А есть вот, ну как бы, я сейчас в общем настроении всех, как бы, и дальше как. Сейчас с этим кризисом никто из нас не знает, как долго война будет длиться. Мы все очень надеемся, что она закончится сегодня и завтра. Но пока так не выглядит. К тому же надо понимать, что даже если война, дай Бог, закончится сегодня и завтра, Украина уже настолько потерпевшая, там надо будет всё это восстановлять. То есть не всем есть куда завтра вернуться и как бы быть. Поэтому наш центр, исходя из того, как мы договорились про площадки, мы договорились до конца года. Но опять же, если будет необходимость и потребность, я уверена, что мы найдём возможность, если не будет этот дом, то есть именно эта территория, этот дом нам не важен. Мы переедем в другой. Я уверена, если мы не найдём, самоуправление поможет. Если самоуправление не поможет, мы с каким-то другим партнёром найдём место, где люди могут собираться и друг друга поддержать, где могут происходить разные мероприятия. Потому что у нас до этого в Латвии не так много, не так развиты community centers. Как это по-русски правильно перевести? Центры сообщества, те, которые сами себе... Ну, видимо, да. Трудно найти аналог, комьюнити-центр, да. Да. Ну, где самоорганизация такого рода происходит. Но нам она тоже очень нужна, как, неважно, это украинцы или люди другой национальности, нам, в принципе, для всех нужно, не только бары и рестораны и квартирники, нам хорошо приходить такие вот... соорганизовывать такие вот истории, где друг друга поддержать и не жить, может быть, так скрыто. Поэтому я согласна с вами, что, скорее всего, в какой-то момент мы начнём это принимать как реальность, как вчера в социальных сетях уже более актуально была дискуссия по поводу цен, как растут цены на газ, нефть. Бензин, вот. И это реальность. Но, опять же, вчера бомбили детскую больницу и роддом. Как бы, где сравнить? Как бы, в моём понимании, это настолько страшный ужас, что, как бы, я вообще не могу говорить об этом публично. Но, опять же, людям свойственно это принимать и жить дальше и думать про то, что сегодня и как мы сегодня. Ещё, на мой взгляд, вообще в принципе нельзя сравнивать. Да. И так и есть. Просто в какой-то момент это воспринятие меняется, и мы начинаем жить уже следующим этапом. Но важно, я уверена, что будут люди, которые останутся неравнодушны, и важно просто помогать. И да, есть сейчас первые беженцы, которые приехали, но их будет ещё много. И нам надо найти в себе силы и возможности всем помочь. Такой момент, не знаю, где всем надо помочь. Как можно присоединиться к вашему движению, поучаствовать в помощи при желании? Ну, понятное дело, социальные сети, Инна Сэдабл, например, на Фейсбуке, хэштег Common Ground в Инстаграме. Да, мы немножко медленные с коммуникацией, но сейчас будет домашняя страница, в социальной сети есть Инстаграм и Фейсбук. Если есть у кого-нибудь любые идеи, как присоединиться, что делать, пусть пишут, мы будем очень рады. И на данный момент мы хотим центр уже запустить. Вот сегодня скручиваем, я надеюсь, последнюю мебель и всё. И в социальных сетях, скорее всего, и будем объявлять, что нам надо. Мы хотим ещё открыть так называемый бесплатный магазин, где человеку нужен свитер, он может туда зайти и этот свитер взять. И это мы ещё не объявляли. Но кто-то уже какие-то вещи сам привёз, мы обязательно расставим. Мы совместно с местной украинской общиной, которая очень большая в Латвии, это больше, чем 40 тысяч людей, организовываем тоже библиотеку украинских книг и другие разные инициативы, у кого будут какие-то предложения, будем искать возможность, как это сделать. И в какой-то момент, в том числе, мы просто объявим уже конкретно, сейчас хочется просто запустить, мы объявим конкретно, что, когда происходит. И просто будет просьба всем поделиться с этой информацией, чтобы все знали и всем было понятно, куда можно приходить, просто проводить время или куда можно приходить, записываться на какие-то мероприятия или как можно что-нибудь самому организовывать. Радио Болтком, новостной портал Микс Ньюс, что называется, к вашим услугам. Спасибо вам огромное. Спасибо. Хорошего вам дня. Спасибо.